Эту историю рассказала мне не так давно моя ближайшая подруга Наташа. Она вполне адекватный человек, со здоровой психикой и не склонна к выдумкам. В молодости Наташа встречалась с парнем по имени Юра. Что-то там у них не срослось, они расстались. Чувства остыли, но они остались хорошими друзьями. У них было много общих знакомых. Время шло. Наташа и Юра обзавелись семьями, родились дети. Наташа через 18 лет развелась, жила вдвоем с дочкой Ирой. Про Юру она узнавала только через знакомых, передавала ему приветы. У него в семье все было хорошо, он занимал приличную должность на предприятии. Словом, жизнь удалась. Прошло еще некоторое количество лет. Однажды в квартире моей подруги зазвонил телефон. Это был Юра. Его голос она не могла спутать ни с чьим другим. «Привет, Наташ, как дела?» «Я очень соскучился, мы так давно не виделись. Можно я приеду к тебе в гости?» – спросил он. «Конечно, приезжай. Я буду рада тебя видеть. У меня много новостей. Иришка вот замуж собралась за турка. Я за нее волнуюсь», – ответила ему Наташа и добавила. «Захвати мое любимое шампанское и конфеты с ликером». «Интересно», – подумала подруга. «А он помнит, какое я люблю шампанское?» Юра помолчал и спросил. «А без шампанского и конфет можно?» Наташка рассмеялась, но притворно строго сказала. «Нет, только с шампанским». В трубке телефона стало тихо. Подруга решила, что связь прервалась. В воскресенье с утра она побежала в магазин за продуктами. В дверях встретила общего с Юрой знакомого – Игоря. Она очень обрадовалась встрече. «Привет! Ты знаешь, мне вчера звонил Юрка. Сто лет его не слышала. Он обещал приехать в гости. Только связь оборвалась, и он больше не перезвонил». Игорь как-то странно посмотрел на Наташу. Помолчал, а затем сказал. «Ты разве не знаешь, что Юра погиб в аварии три месяца назад?» Наталья оцепенела. «Как это произошло? Я не знала». Она едва добралась до дома, сразу позвонила мне и все рассказала. Мы с ней решили, что это был звонок с того света. Видно, Юра очень хотел поговорить в последний раз со своей первой любовью. Наташа до сих пор не может забыть этот случай и очень переживает. «А что, если бы я не попросила шампанское и конфеты? Он бы пришел ко мне?» – спрашивает она меня. «Вряд ли. Он просто очень хотел попрощаться с тобой», – отвечаю я подруге.